Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви участники отпраздновали свой приезд. Отношения в паре Лизы Полыгаловой Иване Барзикова просто идеальные. Барзиков пишет, у нас все хорошо, так нам и надо. Ольга Рапунцель пишет, я чувствую борьба будет серьезной. Уже сегодня весь день Лизка и Ванька говорили, что вы не победители, вы будете на последнем месте, никто за вас не проголосует, мне обидно такое слышать. Я же вижу, что есть люди, которые за нас переживают и поддерживают нас. Марина Африкантова и Андрей Чуев провели выходные в Дубае. Они встретились с дочерью Андрея, Лизой. Она уже такая взрослая стала, пишет Марина, и очень похожа на свою маму Татьяну. Девушка Андрея Назарова и Лен Каминская устроила ему романтик. Очень круто, когда знают твои слабости и желания, написал Андрей. Спасибо за сочный вечер. Глеб Жемчуков после возвращения на поляну продолжает тесно общаться с Мариной Мексикой. Он пригласил ее погулять вместе и сходить в кино, и Мексика согласилась. Ника Шукурова съездила на выходные домой. Она навестила своих дочерей. Соскучилась, наверное. Илья Ябаров продает свои услуги. Друзья, скоро Новый год, значит впереди праздники, корпоративы и прочие мероприятия. Если вам нужен ведущий и исполнитель, обращайтесь. В телепередаче «Прямой эфир» снова решили поговорить о разводе Димы Тарасовой и Ольги Бузовой. И во время программы Ольгу поддержали многие, например, Рустам Солнцев. По мнению Рустама, нет ничего плохого в том, что Ольга делала интимные фотографии и видео. И по мнению Рустама, таким образом она пыталась привлечь внимание мужа и искренне хотела сохранить семью, несмотря на предательство со стороны Тарасова. Тарасов поддержал жесткое высказывание в адрес Ольги. Он лайкнул один из комментариев своих подписчиков. Оле надо было меньше свою жизнь на показ выставлять и детей рожать, и все бы было хорошо. На своей странице в Инстаграм Даша Пынзеря публиковала трогательный снимок своего новорожденного малыша. Это фото было сделано после рождения сына Давида. Сергей и Даша долго скрывали от поклонников лицо младшего сына. И лишь недавно стали публиковать фото, которые делали в первые месяцы после рождения малыша. Элла Трегубенко вспомнила день своей свадьбы. Сегодня нашей семье ровно полгода. Как быстро бежит время, хочется еще и еще прожить этот день. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала, что ее позвали на празднование Нового года на Доме-2. И еще одна радостная новость, ее муж уже выписался из больницы. Чтобы приобрести на празднование петушиный наряд, она вместе с внучкой Яной поехала на самый дешевый вещевой рынок. Он находится за МКАДом, называется Южные Ворота. Африкантова старшая пишет, «Заехали к черту на рога, устали, как сутулые собаки. Никто бесплатно ничего, к сожалению, не дает, хоть мы и говорили, что звезды экрана». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.